друзья всем привет привет всем подписчикам моего канала и зрителям просили меня в комментариях поснимать майна ну вот сегодня мы приехали в очередной раз мы вообще одну часто сюда конечно ездим но обычно все как-то бегом-бегом вот сегодня есть немножко времени и я решила сейчас мы тут свои дела сделаем и поснимаем майна прокатимся по улицам это вот центр центр поселка майна это поселок поселок считается да здесь частный сектор и двухэтажные дома есть дворец культуры дека здесь новости такие что здесь сделали очень хороший ремонт в библиотеке вот она как раз напротив с краю вон там дверка крылечка там сделали очень очень хороший ремонт вот сейчас мастят вот эту площадь делают тоже обновляют что все новый магазин феде сразу в магазин товары для дома нет пошли федя дальше сначала сходим сходим товары для дома мы сходим посмотрим что там там была хакас хакас косметика была еще что-то было вот тут дискаунтер батон продуктовый а нам сбербанк надо следующая крылечка смотри вот эти деревья желтые же стояли прошлый раз мы приезжали и уже все облетела быстро как раз нет но сегодня погода шикарная конечно немножко солнышко пригрела и пригрела тепло так хорошо прямо здесь же в центре вот дальше там есть аптека там поликлиника есть но вообще майна как бы школа вон там дальше сейчас проедем туда прокатимся и по улицам майна такой поселок как бы в принципе есть тут все жить можно но дома стоит дома стоят недешево дорого дома стоят по сравнению вот сезой где мы живем это как раз напротив через денисей вот там возле горы под горой там немножко подешевле можно найти ну собственно это и была причина почему мы там купили они здесь хватило бы денег купила бы я конечно в майна потому что он но более такое благоустроен здесь это автозапчасти есть рыночек но сейчас он уже не работает время поздно там тоже продуктовые здесь строительные есть магазины здесь вот поликлиника аптека и сейчас немножко дальше спустимся нам придется вернуться домой и вот я в другой куртке забыла карту карточку сбербанковскую вот но такие улицы центральные улицы они конечно все вымощенные вот а там уже проулки эти все они практически тоже везде грунтовка но чем майна отличается одна от сезой кардинально в положительную сторону плюсы это то что здесь никогда практически не бывает перебоев с электричеством то есть здесь всегда все нормально какая бы гроза не было вот электричество никогда не отключается это раз и здесь центральное водоснабжение и отопление по улицам есть но кто-то подключает кто-то нет наверное вот это вот школа майинская школа такая вот вот и это конечно большой плюс здесь хорошая хорошая вода то есть по деревне по поселку не везде набурены скважины вдоль дорог можно то есть колонки стоят можно остановиться набрать воды вот но сейчас сюда вот свернем какая-то улица улица пушкина проедем по пушкина в эту сторону но здесь конечно наверное зря я сюда поехала колдобины какие-то проедем по пушкина немножко и поднимемся да не ребят я здесь капец дорога не для моей машины сейчас будем разворачиваться сейчас на ленина будем выезжать обратно по ленина в сторону майинской гэс проедем здесь наверное вот эту дорогу вообще даже не грейдером ничем никогда не гребут дома здесь все такие сказать деревенские не сказать коттеджа дома хорошие но за миллион здесь вообще наверно ничего не купишь здесь от двух с половиной где-то миллионов но такие вот домики уже уже что-то можно смотреть но это это будет так себе так вот сюда мы сейчас свернем там уже у нас конец поселка так мы тут против солнца здесь вот храм не храм церковь не церковь есть вот эти дома двухэтажные они деревянные их обшили так ну вот все их обшили привели в такой более-менее смотрибельный вид там благоустроенные квартиры то есть там у них ванна была я в этих квартирах смотрела ванна туалет унитаз комнаты ну одна двух трехкомнатные квартиры есть но суть в том что это конечно же очень старые деревянные дома не знаю так это у нас улица ленина но она вот можно сказать такая центральная улица через через все майна идет сейчас вот с правой стороны администрация поселка детскую площадку ремонтируют поставили новые игровые игровой комплекс бетонируют там все будет здорово но мы сюда частенько приезжаем феде играет на этой площадке вот коровы лежат отдыхают пожалуйста все хорошо все как в деревне красиво все сегодня так смотрится небо голубое облака зелень золото осеннее красотища я видел золотых львов львов золотых видел ничего себе лежали уже дома но майна она конечно она очень большое улица еленина она не заканчивается кто здесь жил наверное будет интересно посмотреть как что здесь меняется но дороги по моему не меняются вообще вот сейчас мы перед роддомом кстати говоря да такая особенность на весь регион короче в этом роддоме родилась я родился мой старший сын федя родился здесь тоже здесь рожают все кто живут в майна в черемушках в саиногорске но и близлежащих этих деревнях к этому съезжаем поворачиваем вот как раз вот видно колонка стоит впереди воду можно остановиться набрать попить пожалуйста связной с этим проблемы там воды нет нигде не в домах не по деревне ну вообще не просто нет майна он такой конечно же благоустроенный поселок хороший вот здесь почва чернозем очень хорошего для тех кто присматривает себе место для переезда может быть на пмж в первую очередь нужно конечно же смотреть если выбирается частный сектор не квартира дату нужно смотреть какая почва это в первую очередь потому что вот в сизой допустим там скальник там песок и известь все там нужно если хозяева кто но продавцы не не занимались и не удобряли ничего не делали как в моем случае скажем да то проблематично будет что-то там выращивать вот майна тут уже изначально в априори здесь чернозем здесь почва жирная хорошая но а есть такие улицы где места болотистые болотистые места и есть на горе вот если с правой стороны смотреть то там есть улицы которые на горе находятся там бывает с водой проблема с левой стороны ближе к не сею там есть такие улицы где болотистые места и подвалы эти погреба если не очень хорошо сделаны то они постоянно затапливаются борус виднеется впереди вон там горные вершины лег снег на борусе на гладенькой лег снег там сверху наверно красота красота смотрится проехать что ли федер поедем на гору наверх а потом за карточкой спустимся да чудо поедем до федериза любой кипиш кроме голодовки но собственно мы майна то уже практически мы проехали вот но мы еще туда вернемся проедем немножко по другим улицам потому что то что нам нужно было сделать то мы не сделали так сейчас я подумаю как нам лучше то сейчас поехать или завтра на давай сидят завтра на на гору да сегодня видишь уже закат вечер время а пол пятого но еще есть время сейчас мы майинскую гэс проезжаем ну как бы она тоже относится майна так а мы решили все таки на гору подняться на гладеньку поднялись на мраморную гору мраморные но это отвалы куда сваливают лом так скажем вот машин много стоит многие знают это место давай пошли куда ты федя но куда ты залез ну ты не слезешь тут давай быстренько сейчас пойдем смотреть красоту небо в лужах отражается краю феди не подходи близко так ну вот в общем то что я ожидала увидеть еще пока нету надо чтобы еще выпал снег но вот там вот вершина горы это борус он в снегу гладенькая наверху если выше подниматься тоже там снег лег а здесь еще нету вот один год застали сюда приехали все было желтое желто зеленая красивая и лег снег и все это вот просто ну такая живопись была вот но и тени легли сейчас конечно уже солнце за тучу зашло не очень красиво нет но красиво конечно но я видела красивее так скажем здесь спускаемся с горы и здесь вот проезжаем как раз такое место мимо кладбище и сразу хочу сказать что по поводу поскольку у нас видео обзор майна а еще один плюс этого поселка то что ближайшее кладбище вот это уиска и она считается на ближайшем до получается здесь она находится километров наверно внутри или 4 точно от крайних домов вот а остальные это вот часовня при кладбище вот остальные в сизой и за сейногорском хороне то есть прямо вот в майна кладбище нету и это очень очень большой плюс то есть это так но тот момент на который тоже нужно обращать внимание если вы присматриваете там место для жизни для переезда вот у меня у меня где я купила дом у меня через дорогу прям кладбище сто метров вот похоронные процессии проезжают регулярно то есть кладбище действующее вот и сизая она с двух сторон деревни кладбище примыкают примыкают прямо к деревне все посереде и посреди деревни находятся они вот но это как бы конечно же опять же минус ой че сделал этот нажала рычаг это опять же таки минус так сказать вот а в майна плюс там нет кладбище рядом есть роддом люди там рождаются вот она умирать здесь увозят ой мертвых вернее увозят подальше снова заезжаем в майна вот ну и это вот как бы трасс такая считается центральная самая улица по которой автобусы ходят что еще сказать про майна про майна майна замечательный поселок вот наверное наверное идеальное место для для жизни то есть тут и частный сектор и чернозем но в сибири конкретно вот в этом регионе да регион это уже идет хакасия если сизая где мы купили домик это красноярский край кстати это один из моментов почему я выбрала сизую вот потому что но были причины чтобы у меня было прописка красноярского края не хакасии вот вообще майна идеальное место в сибири здесь и относительно тепло конечно холоднее чем в черемушках скажем холоднее но здесь так же растут выращивают уже виноград и абрикосы яблоки здесь ягода всякая разная в общем здесь в садах растет все земля отличная растет все есть есть в деревне абсолютно все все что нужно очень хорошая транспортная развязка здесь регулярные автобусы до ближайшего города до саиногурска 15 километров вот роддом кстати так вот он сейчас выглядит за 43 года я родилась здесь 43 года назад вот в этом году мне в ноябре будет 43 стукнет вот и за 43 года но ничегошеньки не изменилось так сейчас мы снова заезжаем на улицу ленина и все таки попытаемся сделать то что мы хотели сделать с этой стороны поснимаем так так давай мы с тобой сыграли спятки ты меня искать не будешь я найду себе намного лучше вот они эти дома с этой стороны сейчас они выглядят достаточно прилично но подъезды они двухподъездные двухподъездные дома получается деревянные внутри я не знаю что там внутри в подъездах но по-моему они как деревянные там деревянные ступеньки были так они и остались вроде бы как так вот мы уже опять к администрации подъехали площадка так про транспортную развязку сказала сказала автобусы ходят маршрутные ходят такси по поселку ездят школа и больница поликлиника роддом ну в общем все все есть я не знаю но по цене я уже примерно сказала что цены здесь маленькими не назовешь на жилье вот но можно на авито зайти сориентироваться если кому-то надо так ты сделали мы свои дела продолжаем обзор поселка майна едем дальше по улице ленина в ту сторону нам нужно заехать на заправку и как раз это вот еще один нюанс который можно отметить что в поселке есть две хорошие заправки конкретно я заправляюсь на хтк это на выезде из майна но там чуть-чуть совсем за за поселок там пол километра 500 метров проезжаешь и хтк хтк заправка вот там приличный бензин все как бы но вот я и сизой езжу туда да на других заправках я не заправляю машину сейчас мы наверное но туда прямо идет улица ленина сейчас мы вывернем на центральную остановку центральная остановка автобусная и что там еще интересного ну там тоже магазинчики есть автобусы ходят что-то до сайногорска каждые наверное 15 или 10 или 20 минут ну в общем часто ходят автобусы вот и тут проблем вообще с выездом нету вообще нету вот центральная так центральная остановочка но на обратном пути еще поснимаю сейчас вот здесь светофор с кнопкой солнце села уже не такой вид конечно но уже доснимаю сегодня не буду растягивать там на несколько дней доснимаю загружать буду уже завтра видео потому что сегодня я уже одно видео на канал загрузила про нашу подготовку к зиме собственно вот поселок заканчивается еще остановочка автобусная дороги вот центральные дороги очень хорошие хорошие дороги ничего тут не скажешь сейчас будет заброшенное бывшее заброшенное здание там раньше раньше вот она я даже не знаю что там было но она стоит сейчас вот его фасад обшили немного сайдингом и сделали автомойка автосервис но один раз я пыталась туда заехать что-то надо было мне сказали никого нет и когда будут неизвестно но видимо а сделать сделали персонал не набрали вот за майна мы выехали и здесь часто стоят с камерой вот прямо вот здесь камеры стоят снимают скоростной режим очень много большая березовая роща со всех сторон много берез очень здесь в майна красивый поселок красивые действительно ничего тут не скажешь красивый комфортный хороший да красные озера здесь есть и ржавые но они купаться там нельзя они когда-то добывали здесь и медную руду что ли не чудо железо какое-то вот уже и заправку видно заправочка сейчас кому-то может интересно будет я день 95 заливаю цены может кому-то будет интересно 95 4470 92 41 90 ну и в общем там еще что здесь есть заправщики которым отдаешь деньги карту они сами все делают можно из машины не выходить вот кому лень или кому холодно зимой кому некогда ну вот сейчас на 500 рублей я дала сколько там нам нальют на 10 литров нальют у меня малолитражка нам хватает заправились едем обратно еще по майна прокатимся но даже не знаю куда там еще заехать в какую другую улицу улицу ленина мы проехали все может по какой-то не по ленина по другой улице проехали но сейчас посмотрим вот как раз таки маршрутное такси вот такие вот микроавтобусы это черемушки с айнакорск ходят они каждые 30 минут тоже туда и обратно каждые 30 минут ездят ну можно было бы здесь съехать ну ладно сейчас свернем вниз если кто-то выбирает себе место на юге сибири вот майна я бы прям рекомендовала прямо бы рекомендовала здесь все отличненько так пропустим машины да вот гостиница как раз вывеска ездить гостиница очень бюджетная с человека что-то там 350 или 400 рублей по моему вот я смотрела недавно у них она была блокаде что ли они размещены не помню где-то смотрела вот и здесь смотрите здесь живописно здесь есть лес рядом есть горы есть река в общем ну не знаю все что я люблю вот дальше хакасия за саиногорском деревне хакасии они такие в степи находятся но степь хакасия степь собственно говоря я такие места не люблю мне вот я когда в прошлом году мы ездили с федей осенью в анапу но сама анапа конечно она шикарная шикарная за счет того что там все понастроили красиво сделали для туристов но самой анапе жить очень дорого жилье там безумно дорогое вот а где-то рядом в станицах я посмотрела их станицы но тоже даже самая степь тоже самая пустыня сахара блину море море жидкое море жидкая пустыня опять же да вот мне мне нравится чтобы было живописно чтобы были горы чтобы было река ну либо море вода какая-то вот чтобы были большие участки здесь участки в май на участке можно найти разные и большим есть небольшие но дома они вот видно да что дома они достаточно близко все друг другу находятся но есть такие такого участка вот как я искала себе чтобы не было примыкающих соседей в май на нет точно точно нет вот с большим участком домик найти вполне можно можно да так но это вот у нас улица гагарина идет улица гагарина тоже асфальтированная они вот три центральной улице следующая вниз идет параллельно гагарина ленина по которым уже проехали тоже вот продам кстати успеете нет телефон заметить да там еще где-то видела табличку что продается дом вот люди которые переезжают вообще с северов там магадан оттуда да для них конечно здесь юг сибири это вообще шикарно тепло райское местечко но на самом деле так и есть да вот но кто-то отсюда перебирается уже где потеплее на юг не сибири на юг россии вот я теплолюбивая для меня зима для меня вот сейчас уже все холодно настроение не очень какие-то осенние перепады настроения вот и не знаю я люблю сибирь я люблю эти места но хотелось бы потеплее конечно чтобы было чтобы было побольше лета поменьше зимы но все опять мы выехали на эту дорогу друзья на этом обзор майна я буду заканчивать смотрите видео не забывайте подписываться на канал будет еще много интересного а вот шиномонтаж кстати я тоже здесь обслуживаюсь колеса меняю скоро вот уже до скоро надо будет уже менять в этом году раньше чем в прошлом году в прошлом году вообще все все было не так теплая зима везде было по всей россии вот ну вот с этой стороны еще немножечко здесь растут манчжурский орех кедры но они не в лесах конечно кто вот высаживает у себя на участках там но они растут до растут все по второму разу уже едем по этой дороге друзья всем удачи всем пока всех люблю целую все все все